Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 16 августа и начинаем нашу разборку, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1356, но для смены тенденции на восходящую здесь остается более важный уровень, который располагается на максимальных значениях 13-14 августа на уровне 1.1413. Вполне вероятно, что к этому уровню мы увидим коррекцию, но вот только в том случае, если цена его пройдет, уже можем говорить о начале восходящего движения. Сейчас тенденция нисходящая все также остается в приоритете. По паре британский фунт и американский доллар сохраняется. Сейчас тенденция нисходящая, пока британский фунт не ушел выше максимума, которые были зафиксированы вчера, поэтому фактически ничего не меняется в данной картине. И следующие цели по снижению это область 1.2579. Ближайший разворотный уровень как раз отмечаем на максимальные значения, которые были также 14 августа зафиксированы по цене 1.2826. По паре американский доллар и канадский доллар вчера подошли к области максимальных значений, которые были зафиксированы 13 августа, не смогли закрепиться выше данных уровней, а ушли в коррекцию. Общее направление сохраняется в восходящем, поэтому движение вверх в области 1.3238 остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше области минимальной значений вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 1.3050. По паре американский доллар и японский иена общее направление сохраняется нисходящее, хотя в рамках часового таймфрейма мы видим также смену тенденции с восходящей на нисходящую. Вчера к концу торговой сессии пробиваем минимальное значение, которое было зафиксировано 14 августа, и начинаем двигаться в сторону нисходящей тенденции. Данный сценарий будет актуальным в том случае, если пара сможет удержаться ниже области максимальных значений вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 1.1142. Ну а в том случае, если цена пробивает данное ценовое значение, то движемся дальше в сторону 112.30. По паре австралийский доллар и американский доллар сегодня торговлю идет выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это пока не меняет общего нисходящего направления, которое было зафиксировано по австралийцу, но те, кто находился в продажах, имеет смысл сейчас их зафиксировать, и дальше уже в тот момент, когда завершится данная коррекция, искать уже новые точки для входа по более интересным ценам с целями снижения до 71.50. По паре евро-фунт сегодня с утра также смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера, а также в течение текущей торговой недели. Это область 89.38, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего движения по данному активу с целями роста до 90.28. По нефти марки Brent вчера в второй полной торговой сессии после публикации данных по запасам уходим ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 13 августа и движемся по направлению на 69-68 долларов за баррель нефти марки Brent. Тенденция нисходящая вновь получила свое подтверждение, и следующая цель по снижению это область 67.38. Золото продолжает снижение, здесь также ничего не меняется уже на протяжении большого количества торговых сессий, и движемся по направлению на 1143 доллара за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1198, прошу прощения, позавчера 14 августа 1198 долларов за тройскую унцию. Ну и индекс DAX вчера также обновил минимальные значения, что также подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу. Следующие цели по снижению это область 12 027. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 12 431. И биткоин не оставляет попыток возобновления роста, вчера подходили к области максимальных значений 6500 долларов за один биткоин, пока выше уйти данного уровня не смогли, но данная тенденция получит подтверждение как раз после ухода выше данных о максимальных значениях с целями роста до 7200 и 7700 соответственно. Ну а в свою очередь здесь цена уходит ниже минимальных значений, которые были зафиксированы по цене 5800 долларов за один биткоин, то открываются предпосылки на снижение до 5300, ну а там дальше уже можно пойти и на 4 и на 3000. Но пока данный уровень является довольно-таки сильным для биткоина и до момента его прохождения основной сценарий будет все-таки отбить от данного уровня, на мой взгляд, и движение дальше в сторону 7000 и 8000 соответственно. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях и подписываться на YouTube канал Admiral Markets для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok